Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И просмотрев его до конца, вы узнаете, когда можно пить пиво, какое можно пить пиво, сколько можно пить пиво, для чего нужно пить пиво, как часто можно пить пиво. Ну и возможно вы увидите ответы на другие вопросы. Ну кстати, если вы на какой-то свой вопрос ответ не увидите, не стесняйтесь, задавайте его в комментариях. Я уточню те позиции, которые видео объяснил не очень четко. Итак, первый вопрос, когда можно пить пиво? Ну безусловно, тут закон есть закон, хоть он суров, но это закон, с 21 года. Почему именно 21? Почему не 20, не 18, не 12, а именно 21? Ну здесь, на мой взгляд, есть два критерия, по которым пиво не стоит пить раньше, начинай. С одной стороны, пиво содержит алкоголь. Как вы понимаете, алкоголь это гепатотоксичный яд. Именно печень первым встречает алкоголь в вашем организме. Когда вы вносите алкоголь в полость рта, он попадает в пищевод, в желудок, в кишечник. Это все еще наружная среда вашего организма. Вот только алкоголь попал в кровь, вот тут печень, как фильтр, должна его встретить и правильно с ним обращаться. Если печень сформирована, а к 21 году она реально формируется полностью уже, максимально возможно, ну в зависимости от тех условий, которые вы, конечно, до этого создавали в своей печени. И вот здесь печень легко и просто воспримет те дозы алкоголя, про которые я скажу ниже. Если же вы начинаете пить пиво раньше, понятно, на несформированную печень действует яд, и печень будет изменяться. И вам легко и просто, без явления гепатита, заработать жировой гепатоз. Увы, это состояние, когда печень в принципе или не болит, или вяленько о себе напоминает, ощущением камня, инородного тела, тяжестью в правом подреберье. Это все такие ощущения, которые не берут вас за горло, не вынуждают вас делать что-то целенаправленно, быстро. Ну, надоедает, ну, со временем привыкните. Печень при этом даже немножко увеличена. Это тоже, казалось бы, печени много, на самом деле ее очень мало. Потому что часть клеток печени замещены жиром. И нужно понимать, что с этим состоянием нужно как-то справляться. Потому что на этом фоне попасть в алкоголизм легко и просто. На этом фоне легко попасть в атеросклероз. Другие проблемы. Я просто знаю, печенью занимаюсь больше 25 лет. Из 50 книг основная масса ориентирована на работу печени. Одна из них непосредственно так и называется. Что делать, если у вас есть печень? Заметьте, не пока у вас есть печень, а что делать, если есть. Как вы понимаете, раз вы смотрите это видео, значит печень у вас есть. И с ней нужно уметь обращаться. Книгу легко заказать, вы видите контакты. Без вопросов. В любую страну мира она уходит. И вы будете знать более целенаправленно, что делать с нею. А вот алкоголь до 21 года ни капли. Это очень важный показатель. Есть еще один критерий, почему не стоит пить раньше. Все-таки натуральное пиво. А пить лучше натуральное пиво. Я об этом чуть позже скажу. Делается на хмели. А хмель повышает уровень женских половых гормонов в организме. И вы прекрасно понимаете, что если эндокринная система не сформирована, а до 20 лет она не сформирована, еще устойчива, она все еще легко подвержена различным влияниям, то повышая уровень женских половых гормонов, ну можно попасть на разные ситуации. Для мужчин это снижение потенции. Ну а для женщины это риск фибромиомы, это риск нарушения авариально-менструального цикла, это обильные месячные, это болезненные месячные. Куча разных моментов может быть связана с этим. Поэтому вы понимаете. Первый критерий, когда? После 21 года. Второй критерий. Какое пиво пить? Ну безусловно, тут я уже об этом сказал, сейчас скажу конкретно. Пиво высокого качества. Понятно, что пиво можно подделать и можно делать различными способами, но только высококачественное пиво в меньшей степени влияет на состояние печени, как первого фильтра, который его будет фильтровать. И вы понимаете, что вероятность попасть в жировой гепатоз в этом случае у вас меньше. Потому что жировой гепатоз, опять-таки напомню, очень неприятная ситуация. Вроде как печень не сильно вас тревожит, ощущение камня инородного тела, тяжесть в правом подреберье, они вас не вынуждают делать какие-то экстремальные действия. Но тем не менее, это ситуация, когда метаболический мозг в вашем организме работает не на полную мощность. И нужно это просто понимать. А будет пиво высокого качества, белое, светлое, темное, низового или поверхностного брожения, это дело вашего вкуса. Выбирайте любые напитки на свой вкус, но высокого качества. Третья позиция. Сколько можно пить? Ну, есть различные мнения. Одни говорят, что пиво можно пить только в приглядку. Я понимаю, что такое мнение имеет место быть. Другие говорят, что до 0,3 литра в день, в принципе, хорошо, можно даже за руль съесть. Но вы знаете, я вам сейчас покажу один измерительный прибор, который подскажет вам, можно садиться за руль или не стоит. Вы его легко можете найти у себя дома или взять у соседей на прокат. Измерите с его помощью свою реакцию. Как вы понимаете, пиво влияет не просто на печень, пиво влияет на скорость реакции. Влияет на мозг. Все-таки пиво влияет и изменяет состояние мозга в том числе. Важно понимать, в каком состоянии ваш мозг. Потому что, сев за руль, вы уверены, может быть, в себе, но вы не уверены в тех сюрпризах, которые вам может на дороге, скажем так, подложить кто-то другой. И вот тут вы должны работать за себя и за того парня. И важно, чтобы у вас была скорость реакции достаточная для этого. Поэтому вы можете взять очень простой измерительный прибор и сделать два действия. Вначале измерить скорость своей реакции до бокала пива, а потом после. И по разнице двух показателей вы увидите, изменяется ваша реакция на окружающую среду или нет. Можете вы садиться за руль или не стоит. Прибор очень простой. Это обычная измерительная линейка. Но для того, чтобы измерить скорость реакции, вам нужно будет еще один помощник, который возьмет эту линейку. Желательно за нулевое значение. Вот примерно как взял ее я. Будет держать и смотреть вам преданно в глаза. Вы тоже будете смотреть на него. Он в любой момент отпускает линейку. Ваша рука должна находиться чуть выше его руки. И как только он отпустил линейку, вы должны поймать. Как вы понимаете, я могу поймать, я знаю, когда я отпущу линейку на любом значении. Вот вопрос, на каком значении поймаете вы. То есть, когда вас не предупреждают, а просто отпускают линейку. Чем позже вы поймали линейку, тем больше цифр, как понимаете, проскочит. Это ваша скорость реакции. Если ваша реакция до бокала пива и после бокала пива не изменилась, в принципе, вы за руль сесть можете. Но если она замедлилась, если вы поймали на более высоком значении, вы должны понимать, что в случае создания стрессовой ситуации на дороге, вы среагируете на нее позже. А вопрос, на какой скорости вы встретитесь с препятствием, от этого зависит и ущерб для вашего автомобиля, и ваше здоровье, а может быть даже и жизнь. Поэтому, чем быстрее вы можете реагировать, тем больше здоровья у вас, в принципе, останется. Поэтому, я бы не советовал вообще пить, садясь за руль, ни перед этим, ни во время того, как вы заходитесь за рулем. Раньше, если вы упали в стрессовую ситуацию за рулем, вот тут вы можете выпить пиво как антистресс после, но уже за руль вы не садитесь. Вы должны просто это понимать, что это ваша жизнь, это ваше здоровье. Ну, а если не связано с автомобилем, то чаще всего выпивают от пол-литра до литра пива в сутки. И, в принципе, эта доза относительно безопасна для вашего организма, печень особенно не страдает, и, в принципе, для здоровья в целом это не повредит. Если же вы хотите выпить больше, тут возникает ситуация, как вы понимаете, пиво, всасываясь в кровь, увеличивает объем крови и нагрузку на сердце. И в этом случае, ни в коем случае, если вы хотите пить пиво большей дозой, вы не должны, вы должны пить пиво в чистом виде. То есть, без каких-то соленостей, без рыбы соленой, без орешков соленой, без каких-то других продуктов, где достаточно много соли. Потому что соль будет удерживать больше воды, больше пива, фактически, в кровеносном русле, и нагрузка на сердце увеличивается. Обязательно после такого испития пива не должно быть секса, не должно быть физического труда. Иначе, любая позиция из тех, которые только что обозначил, приводит к тому, что развивается такой термин, он известен в медицине, называется баварское сердце. Что такое бавария, я так понимаю, много пьет пиво, они еще не знают, что после этого нельзя какими-то двигаться. Перекачивая большие объемы крови, сердце увеличивается в объеме, увеличивается в размерах. Вы знаете, в институте мне показывали одно из таких баварских сердец, оно с трудом повещалось. Ведро 10-литровое. Можете себе представить, хорошее было сердце, здоровый был мужик, но, знаете, увеличивать до таких размеров, сердце хуже выполняет свою функцию и может остановиться в любой момент. Кстати, если спортсмен плохо знает, как правильно употреблять воду в связи со спортом, он тоже может попасть на эту тему. И такое видео есть на моем канале, вы можете легко его просмотреть, чтобы понимать, что такое спорт, что такое употребление жидкостей и как они должны сочетаться друг с другом. И пиво в этом отношении, кстати, мало чем отличается от воды, потому что оно все-таки всасываясь из кишечника в кровь достаточно быстро, увеличивает объем крови и нагрузка на сердце растет. Позиция четвертая. Для чего пить пиво? Ну, тут действий, безусловно, много. Именно поэтому-то и пьют пиво, потому что есть определенные критерии, которые вы можете получить. Ну, первое, понятно, пиво это не просто вода, это еще и напиток, который улучшает кровообращение в почках и усиливает их функцию. И появляется мочегонный эффект. И, в принципе, внешне видно, что идет очищение организма и, с одной стороны, это хорошо. Но, тут важно понимать, что, опять-таки, первые критерии, которые я обозначил, они должны соблюдаться. То есть, количественный, качественный фактор должны учитываться в первую очередь, потому что первый удар получит количественный и качественный печень. А печень более мощный фильтр, более лучший орган, который лучше очищает кровь и, скажем, можно добиваться мочегонного эффекта, но вначале перед этим должен более мощный фильтр тоже работать. Если же вы пьете пиво и мочегонный эффект такой слабенький, тут вы должны понимать, я понимаю, что вы, ну, скажем так, не знаете, как правильно пить воду. То есть, ваш организм находится в состоянии такого хронического водного голодания. И такие видео есть на моем канале, их уже несколько. Как правильно пить воду в разных состояниях, в разном сочетании с едой, с физическими нагрузками, с спортом, с сном. Нужно это просто правильно понимать. Если вы пили пиво, а мочегонного эффекта нет, я понимаю, что есть ситуация. Если вы выпили пиво и мочегонный эффект присутствует, тут важно понимать, что этот мочегонный эффект нужно поддерживать регулярно. То есть, если вы пьете пиво частенько и мочегонный эффект есть, прекрасно ваши почки под легким таким нажимом работают. Но в лоханках почек, как правило, нет солей, нет камней тем более. То есть, нет солевого диатеза и нет мочекаменной болезни. И это здорово. Если же вы пьете редко, но метко, то тут может возникнуть ситуация. В почках могут накапливаться песочек, камушки и мочегонный эффект может привести к обострению солевого диатеза с простатитом и мочекаменной болезни. При этом, если у вас обострился простатит при редком употреблении пива, это не значит, что у вас есть хроническая инфекция и не бегите в аптеку за антибиотиками. Возможно, просто ваш организм давно не очищался и ему нужна более целенаправленная помощь. Потому что в этом случае, возможно, есть уже явление хронического простатита, который не лечится антибиотиками. Только острый простатит лечится антибиотиками. Я думаю, что вряд ли кто-то будет искать лечение острого простатита народными средствами. Он побежит к ближайшему урологу за антибиотиком. За тем антибиотиком, который нужен. Хронический простатит я бы не советовал лечить антибиотиком. Во всяком случае, в чистом виде. Да, возможно, есть хроническая инфекция. Вы знаете, эта хроническая инфекция, она не достанется антибиотиками по одной простой причине. Вы уже когда-то ее потренировали. И когда-то ее уже проверили на чувствительность к антибиотикам. Сегодня, увы, простатит лечат, мягко выражаясь, не самым экономным способом. Лечат антибиотиками 4-5 поколения. Увы, они бьют достаточно активно бактерии. Но второй курс антибиотиков уже становится бесполезным. Потому что вы уже их чувствительных выбили. У вас остались только нечувствительные. Поэтому важно понимать вот эту ситуацию. И правильно использовать. И принимать пиво как провокатор наличия хронического простатита. Это здорово. Но лечить хронический простатит лучше без антибиотиков. Лучше совершенно иными способами. Через мягкое очищение крови. Через усиление местного иммунитета. То есть, это совершенно другие действия нужны. Кстати, если вам нужно лечение хронического простатита, не вопрос. В контакте вы видите. Вы по ним можете обратиться. Несколько видео таких есть. Но очень сложно оценить ситуацию в организме в целом. По той простой причине. Вы знаете про хронический простатит. Это номер один. Но вы еще не знаете про 30 тысяч примерно других заболеваний, которые есть в вашем организме. А в зависимости от них строится система. Потому что простатит это реакция. Это оценка. Это индикатор вашего образа жизни. Вашего уровня здоровья. Который нужно. Его нужно изменять. Его нужно улучшить. Тогда индикатор простата не станет реагировать на ту грязь, которую выделяется через почки. Проходя мимо простаты, ее раздражает. Простата показывает. Да, простатит. Есть токсины. Раздражают. Но это не объект для лечения. Это индикатор, показывающий нехороший уровень здоровья у вас в целом. И решать нужно вот те ситуации. А не лечить простатит. Как нозологическую единицу в данном случае. Острый. Да. Антибиотики. 200% да. Чтобы повысить эффективность антибиотиков, я бы их использовал. Вместе с лекарствами и растениями. Чтобы усилить активность. Увеличить спектр действий. И уменьшить выживаемость бактерий. Чтобы хронический простатит не остался потом на память. Ну а как еще пиво используют? Безусловно, как аперитив. Да. И большинство это используют. Потому что пиво пьют чаще всего не в чистом виде. А в связи с чем-то. То есть, с вяленой рыбой. Раки используют. Орешки используют. Разные компоненты используют. Вместе с пивом. И пиво, будучи аперитивом, оно улучшает их переваривание. И я вас прекрасно понимаю. Но. Один момент я уже сказал. Минимальное количество соли. Потому что соль, удерживая воду в кровеносном русле, увеличивает износ сердца. Вы должны это понимать. Да, я понимаю, что когда вы пьете чистое пиво, вы благодаря мочегонному эффекту вынуждены часто отлучаться в туалет. Когда вы пьете пиво с соленой рыбой, или там с орешками, или еще с какими-то морепродуктами, не вопрос. И с другими продуктами, содержащими много соли. Возможны разные варианты. Я понимаю, что вы сидите за столом, вы можете дольше общаться. Но при этом понимаете износ сердца. Об этом я уже сказал. Это нужно правильно использовать. Конечно, как аперитив, использовать там 100 грамм пива редко, кто будет. Потому что оно выдыхается, имеет тенденцию изменяться его вкусовые свойства, его влияние на организм. А именно такая доза работает как аперитив перед едой. Перед реальной едой, а не просто перед вяленой рыбой. Как аперитив чаще используют другие алкоголь, содержащие напитки. Скажем, вино, водка может использоваться, коньячок. То есть разные варианты могут быть. Пиво реже так используется. Хотя пиво, его способность влиять на систему пищеварения, его используют. Скажем, для повышения веса, для набора веса. Да, известная система пива и жир, содержащий продукт, например, сметаны. Да. Но, вы должны понимать, что позиции до этой, которые я уже обозначил, пиво должно быть соответствовать этим критериям. Потому что иначе хронический гепатит или жировой гепатоз, или стеатогепатит, которые развиваются на фоне некачественного пива и в любых количествах, скажем так, чрезмерных, не даст вам набрать вес. Потому что вы не можете, продукты питания не проходят через печень и не могут полноценно усваиваться. Больше того, сметана это еще и проверка на отсутствие или наличие хронического панкреатита. При панкреатите хуже переваривается пища и печени вообще даже нечего, даже нет предмета для разговора. Потому что если есть панкреатит, пища не переварилась в кишечнике, соответственно не попала в кровь и печени нечего накапливать в вашем организме. Поэтому тут важно понимать, что при здоровой печени поджелудочной, да, можно таким образом набирать вес с помощью пива, сметаны и других продуктов, которые могут накапливаться в таком случае. Еще какой момент? Пиво повышает уровень женских половых гормонов. Я уже об этом сказал. И нужно это понимать, что да, можно регулировать гормональный фон, но как регулировать, я скажу чуть ниже. А по большому счету, повышая уровень женских половых гормонов, женщины могут избавиться от некоторых своих заболеваний, связанных с тем, что гормонов не хватает. Например, когда у женщины олигаминорея, аминорея, можно подстегнуть эту систему, помочь ей более активно участвовать в жизни женщины. Ну, мужчины тоже, кстати, могут использовать этот момент. Например, холерики. Да, у них чрезмерно высокий уровень мужских гормонов. И немножко его подавив, они могут, ну, например, изменить свое отношение к окружающей среде, и окружающая среда на это среагирует. Потому что такой человек все-таки, ну, с точки зрения Павлова, классификации Павлова, холерик, это сильный и неуравновешенный тип высшей нервной деятельности. Вот. Ну, с помощью пива холерик может стать сангвинником, то есть сильным и уравновешенным типом высшей нервной деятельности. То есть это хорошо. Ну, кстати, подвиги в постели у холериков могут измениться, потому что благодаря пиву можно продлить половой акт, можно преждевременное семяизвержение, которое тут часто, можно его, скажем так, отдалить. То есть и мужчина, и женщина получат больше удовольствия с помощью пива. И это просто нужно понимать. Ну, безусловно, пиво, как алкогольсодержащий напиток, можно использовать как антистрессовый фактор. Да, тут главное не перебирать. С дозой. Ну, влияет. И алкоголь, он фактически вызывает, имеет антистрессовый эффект. И хмель, снижая уровень мужских гормонов, которые стресс запускают, тоже обладает антистрессовый эффект. Главное тут не перебирать с дозой и с количеством. Не шарит. Вот. Что еще можно получить от употребления пива? Ну, витамины, микроэлементы. Пиво можно использовать как источник энергии. Все это есть. Все это напиток этот дает. Вот. И важно понимать вашу цель. Вот. А вот для того, чтобы получить больше пользы, вы должны понимать, как часто использовать пиво. Ну, я бы сказал, для мужчин и женщин, для регуляции гормонального фона, не для целенаправленного воздействия в ту или иную сторону, а для регуляции, пиво можно использовать один-два раза в неделю. И тут нужно просто понимать, что изменение в любую сторону уровня гормонов, в данном случае мы повышаем женские гормоны, немножко, соответственно, подавляем мужские. Вот такое изменение, в принципе, положительно влияет на мужчин или на женщин, потому что вот такие вот колебания приводят к тому, что здоровая система среагирует, изменится уровень гормонов. И, в принципе, вот такая тренировка, как контрастный душ, может использоваться, использовать для здоровья. И нужно это просто понимать. Вот для мужчин есть и другой критерий, который тоже нужно учитывать, потому что можно использовать пиво и по-иному. Есть некоторые мужчины, которые скажут, да что там раз-два в неделю, это мало. Поэтому чисто мужской критерий. Если вы сексом занимаетесь чаще, чем пьете пиво, я за вас спокоен. Это говорит о том, что пиво, в принципе, подавляя уровень мужских половых гормонов, стимулированных женских, существенно не влияет на ваш гормональный фон. И вы, в принципе, ведете себя так, как любой мужчина. То есть вы фактически выполняете те функции, которые вы хотите. Если же секс у вас и пиво находятся примерно поровну, то есть занимаетесь и тем, и другим примерно одно и то же время, с одной и той же частотой, то тут я понимаю, что у вас уже есть тенденция. И возможно, вы уже в пути к такому состоянию, под названием пивной животик. Это важно понимать. Да, пивной животик некоторые хотят приобрести. Он так колоритно выглядит. Но нужно понимать, что здесь уже ваши мужские гормоны под угрозой. Потому что та жировая ткань, которая накапливается в области живота, так называемое абдоминальное ожирение, она является фактически похоронной командой. То есть в жировой ткани мужские половые гормоны превращаются в женские. Вы пиво не пьете, а мужские гормоны уже находятся под таким хорошим прессингом постоянным. Особенно плохо, если секс у вас значительно реже, чем употребление пива. Вот здесь я понимаю, что пивной животик плавно может перейти в ожирение. А с ожирением связаны такие состояния, как жировой гепатоз печени, стеатогепатит, атерослероз сосудов, гипертоническая болезнь, облысение, кстати, тоже. Здесь же начинает появляться, когда мужские гормоны находятся под постоянным прицелом, под постоянным прессингом. И нужно это просто правильно понимать и оценивать, какая частота у вас одного и другого процесса. Потому что, по большому счету, мужской климакс в случае, если вы сексом занимаетесь реже, чем пьете пива, он уже не за горами. Есть такой очень нехороший критерий для мужчин, очень такой неправильный, когда ожирение настолько велико, что уменьшается визуально размер полового члена. И даже сексопатологи говорят, такой есть термин, захороненный член, когда он не уменьшился. Он реально тот же остался. Просто жировой ткани чрезмерно много. Это намек на то, что, ребята, берегите свое здоровье, занимайтесь этим, снижайте свой вес. Нужно снижать вес правильно, нужно правильно относиться к этому состоянию и постепенно снизив вес, вернуть свой гормональный фон, свой внешний вид. И тот уровень здоровья все-таки, ну, более таким скромным позициям, когда здоровье больше, а болезней все-таки меньше. Потому что, когда у мужчины начинает на этом фоне, когда неправильно пьется пиво, когда неправильно идет обмен веществ, в крови мало полезных веществ, много токсических продуктов обмена веществ, ну, волосы начинают выпадать. И вы знаете, есть хорошая отмазка, да, мужчина с облысением, у него высокий уровень мужских половых гормонов. С одной стороны, это классно. Это говорит о том, что мужчина больше мужчина. Но, вы знаете, если узко смотреть на проблему, то вроде как кажется так. Но, на самом деле, я хочу напомнить один старый анекдот. Когда жены делились опытом, как избавить мужчину от чрезмерного употребления алкоголя. Она говорит, да, не проблема. Поставила ведро водки, бросила туда любимого Мурзика. Муж пришел, посмотрел на эту ситуацию, как 100 баб пошептала, бросил пить. Встречается через какое-то время, спрашивает, ну, как помолву? Он говорит, нет. Прихожу домой, ведро пустое. Муж сидит над стаканом с водкой, выкручивает Мурзика нашего. И говорит, ну, Мурзик еще стаканчик. Еще капельку. Вы знаете, вот высокий уровень мужских половых гормонов при активном выпадении волос на голове, он примерно из той же серии. Зачем вашему организму высокий уровень гормонов? Зачем ему это нужно? Как вы думаете? Наверное, при более низком уровне половых гормонов система уже не работает. И нужен вот этот дополнительный волшебный пендель для системы, чтобы она все-таки работала. Но, с одной стороны, может быть это и здорово. Да, ваш организм борется и намекает вам, что нужно что-то делать более целенаправленно. Не отпускать ситуацию, а что-то делать целенаправленно с вашим здоровьем. Потому что, по большому счету, с высоким уровнем мужских половых гормонов связано не только активное выпадение волос на голове. С этим связано, ну, в этом фоне простатит есть всегда и резко повышается риск рака простаты. Это тоже гормональное активное состояние, которое сегодня, увы, если оно уже образовалось, лечит опять-таки не мужскими половыми гормонами, а женскими. Пытается их подавить. Правда, тут уже пивом одним вы не обойдетесь. Тут уже конкретная фармакология, которая подавляет уровень мужских половых гормонов. И реально часть мужчин без операции из рака простаты выходят таким путем. Тут нужно просто эту ситуацию понимать, но не отпускать, а контролировать правильно. В том числе и через правильное употребление пива. Надеюсь, что в этом видео я ответил на большинство вопросов, связанных с правильным употреблением пива. Если на какие-то вопросы я не ответил, вас что-то еще интересует, не вопрос, пишите комментарии под видео. Я комментарии, может быть, не в режиме реального времени, но просматриваю, отвечаю на них по мере возможности. И вы легко можете уточнить те вопросы, которые у вас остались еще не освещенными с помощью этого видео. Ну, а это видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, поставьте лайк, и вам будет приятно, и вашим друзьям будет приятно. Потому что по этому лайку они смогут его проще найти. Ну, а я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. Кстати, что делать с женским здоровьем? Я тоже знаю, здоровье женщины в нездоровом мире, болезни женщины, они описаны, они есть, и они очень часто связаны с тем, что мужчина больше внимания уделяет пиву, чем любимой женщине. У мужчины при этом развивается легко и просто застойный простатит, а у женщины эндометриоз, фибромиомы, мастопатия. То есть куча связанных с нарушением обмена гормонов состояний, которых легко можно избежать при правильном употреблении пива, ну и других напитков, продуктов питания. Крепкого вам здоровья! До новых встреч на моем канале! Субтитры создавал DimaTorzok